Всем привет дорогие друзья! Продолжаем с вами обзор урожая, который вырос в этом году. И на очереди у меня видео обзор различных сортов перцев. Сейчас перед вами моя гряда с перцами. Вот так она выглядит. Честно сказать, не знаю сколько корней здесь растет, сколько кустиков. Я посчитаю, потом вам напишу в комментариях. Сажала я несколько разных сортов. Вы знаете, все они себя отлично показали. Просто я бы даже сказала супер. Все мои перцы, они просто усыпаны плодами. Плоды крупные, их много. В общем, давайте я вам сейчас по порядку обо всем расскажу. Давайте начнем с сортов, которые я сажала. И это были сорта Звезда Востока, гигантская желтая. Вот такой оранжевый сорт гурме. Дальше Звезда Востока мандариновая. Размер XXL. Здесь золотой бочонок. И тайфун. Всех я сажала по несколько штучек. Хотелось попробовать побольше. И опять же, я думала, мало ли какой-то подведет. Какой-то будет плохо плодоносить. Но, как показала практика, все эти перчики, ну, просто супер урожайные и прекрасный урожай они мне дали в этом году. Честно сказать, я не знаю, где какие у меня посажены, ну, кроме вот этого. Дело в том, что когда я высаживала рассаду, уже был вечер, поднялся сильный ветер. И все мои коробочки из-под рассады, на которые были подписаны сорта, они просто разлетелись. Единственное, что я запомнила, это вот этот сорт, сорт тайфун. У него была самая высокая, самая мощная рассада. И я ее посадила специально вот здесь, в конце, скажем так, грядки. Сорт этот мы уже пробовали. Я его сажала в теплице тоже. В теплице, кстати, я сажала несколько разных сортов. Они у меня раньше начали спеть. Мы уже, в принципе, там перцы, которые в теплице, мы уже съели. На улице перцы стали зреть позднее, но, вы знаете, урожай больше. То есть, самих плодов на кустиках висит больше. И я даже в следующем году не буду сажать в теплицу, буду сажать все сюда. Изначально у меня здесь было все накрыто пленкой. Вот такой импровизированный парник, муж делал все сам, своими руками. Первая половина лета, наверное, здесь была пленка. Вон она там лежит сложенная, потом я пленку убрала, и уже месяц, даже больше, мои растения растут без пленки. Так, теперь давайте перейдем к сортам и посмотрим, что выросло. Вот сорт Тайфун. Посмотрите, сколько плодов. Я попытаюсь сейчас показать. Тут, правда, все в листве. В общем, перчики, они такие оказались очень урожайные, вкусные, толстостенные. Здесь у меня висит и здесь этот перец рано стал зреть, раньше, чем вот те перцы, которые в начале. И этот перчик у меня даже дочка стала подъедать. Я смотрю, у меня висят только, знаете, одни вот такие хвостики. А она втихаря ходит, их срывает. Я не разрешала, потому что хотела обзор сделать, вам показать. В общем, несколько перцев тут у меня уже сорвано. Ну а так, в целом, сорт отличный, прекрасный. Кто любит такие перчики, однозначно можно сажать. Все остальные перцы, они также усыпаны плодами. Но где какой сорт, я сказать не могу. Тут уже нужно смотреть тогда, когда они созреют. Ну вот этот сорт, посмотрите, просто плодов не счесть. Я сейчас вот так подальше камеру отведу. Видите, здесь 10 перцев так точно висит, если не больше. Здесь тоже начинает уже окрашиваться. И я думаю, это какой-то оранжевый, скорее всего, звезда Востока-мандариновая. Тоже, вот смотрите, вот кустик. И вот там вдалеке, вот все-все усыпано крупными перчиками. Здесь дальше смотрим. Там вот уже начинается желтенький. Либо это золотой бочонок, либо это звезда Востока какая-то, гигантская, желтая. Посмотрите, какие огромные. Вот рука моя, вот она вот так вот, видите, мой кулачок. Просто плоды гигантские, гигантских размеров. Здесь тоже уже красные, но это уже точно размеры XXL. И тоже плоды, они просто огромных размеров. Вот они такие настоящие перчищи. Висят и вот здесь, видите, какие крупные, какие большие. И сколько их много. Тут, тут и вот там, скорее всего, сорт гурме. Тоже все-все вешено вот такими плодами. Сейчас я камеру перевела на более такую широкоугольную, чтобы вам было лучше видно. Вот видите, здесь, тут. Тут я, кстати, на некоторых перцах я оставляла пасынки. И видите, даже на пасынках они дали урожай. Эти крайние кустики, они у меня даже вот валятся. Я их привязываю, привязываю к прикладинам. А они у меня просто валятся из-за такого количества урожая. А вот здесь тоже перец нужно опять подвязывать, потому что вот он завалился, весь усыпан, весь в плодах. И вот тут, в общем, урожай перцев у меня в этом году просто супер-мега. И плоды, они не маленькие, а огромные, все толстостенные. И, в общем, я очень довольна. Поэтому любой из этих сортов можно смело сажать. Я в следующем году обязательно посажу, тоже попробую какие-нибудь новые сорта. Потому что это все очень интересно. И не знаю, как вам, мне прям очень хочется узнать что-то новенькое, попробовать что-то новенькое. Дальше, что касается ухода. Обратите внимание, мои перцы, они уже все практически лысые внизу. Дело в том, что листочки я постепенно удаляю, 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 удаляю до развилки, вот до этого места. И, что касается самой вот этой развилки, я тоже здесь листики как бы прореживаю, убираю лишние, убираю пасынки, на которых нет плодов. Ну вот я стараюсь как бы открыть перцы солнцу, чтобы они висели на солнышке, и они так намного быстрее зреют. А что касается пасынков, ну видите, я практически везде пасынки удаляла, кое-где оставила. И на пасынках также у меня вот висят перцы, тоже крупные, хорошие. Вот на тех кустах, на которых я оставила пасынки, они прям все, все дали плоды. И тут даже на каких-то по несколько плодиков, вот видите, висит. Сейчас солнце такое жаркое, даже листва немножко подвяло, нужно как-то или притянить, не знаю. В общем, удалять пасынки или нет, конечно, в теории нужно, чтобы перцы основные лучше росли, и больше плодов завязывалось. Но, как показывает практика, видите, даже пасынки дают прекрасный урожай. Можно, знаете, как делать? На некоторых тоже оставлять, а на некоторых убирать и сравнить, как растение себя покажет. И тогда уже будете лучше знать, и удобнее вам будет ориентироваться. Кормила я свои перцы комплексными удобрениями с пометкой для перцев и баклажанов, с пометкой для пасленовых. Кормила я их, ну, примерно каждые, наверное, 2-3 недели, ну, несколько раз у меня получилось. Сейчас я их уже ничем не кормлю таким. Единственное, что взяла удобрение, колевит называется, оно такое органическое. Им я тоже подкармлю. Можно подкармливать перцы гуматами, чтобы они лучше зрели и быстрее созревали. Также сейчас во время активного роста, созревания плодов перчики нужно поливать. Почва не должна быть сухой. Видите, у меня здесь все замульчировано. И вот если мульчу убрать, видно, что почва влажная. Дело в том, что если перцем будет сухо, если им будет не хватать влаги, то и сами плоды, они будут суховатыми и толстых стенок у вас не получится. Поэтому этот момент имейте в виду. Ну, а так, из ухода вроде бы все. Я вот сейчас сниму ролик, еще пройдусь по кустикам. Удалю вот так вот эти лишние листочки, которые затеняют плоды, чтобы еще больше открыть их в солнышку. Также удалю вот эти вот, видите, пасынки, которые тоже не нужны. Ну и все, будет все хорошо. Сниму наконец-таки свои плоды, которые уже начали зреть, которые уже окрасились. И все, дальше уход, как обычный полив регулярный, можно сказать, ежедневный. Ну и в целом из ухода все, растут они у меня на открытом воздухе. И дальше будут расти так до того момента, пока я полностью не уберу весь свой урожай. Что касается сортов моих перчиков, под этим видео я продублирую все сорта, все названия, которые я сажала. Ну, а семена эти и многие другие есть в моем интернет-магазине citov.shop. Поэтому заходите, смотрите и готовьтесь к следующему сезону уже сейчас. У меня на сегодня все. Всем пока и до встречи на моем канале.